Мы жители улицы Березовой, города Данского, центральный микрорайон у нас. Мы живем вот в этом доме, 10. К нам этот дом, два хозяина у нас, как финские дома. И вот к нам приехали в четверг соседи, они их привезли на такси, они неходячие. Лет 12-17 здесь не жили, жили у сына. А сын вот у них умер, и их жена бывшая их попросила вон, чтобы они по месту прописки приехали. Они приехали, а здесь нет никаких условий. Полы провалились, потолки рухнули, окон нету, дверей нету, крыша вся рассыпалась, это хорошо может стать... Воды нету, туалета нету, газа нету. Электричество ему отрезали еще в 2009 году, газ, не знаю, лет 12-15 отрезали. В общем, ничего нету. А они больные, неходячие, оба. Мы знаете, что боимся? Что они, вот, они же люди, понимаешь, животных жалко, правильно, которые... А они же люди, им как-то жить надо, а на носу зима. Если вдруг они начнут там хотя бы какую-то еду подогреть, вот там из уюта сегодня привезли, это, как бы, ну, жалеют их, но с дела тоже ничего не могут они. Вот подогреть, вот, а если они чуть подожгут, ну, подогреть, им сгорят. И мы вместе с ними ничего не можем сделать. Вот мы просим помощи, помогите хоть куда-нибудь, ну, хоть на время, хоть до весны, а там, может быть, это что-нибудь выяснится. Или что-то им сделать, или куда-нибудь поместить, где тепло, где вот хотя бы они не замерзали. Они же голые совсем, понимаете, вот они, ноги голые, ну, в общем, в одной кофточке, в одной легкой курточке. Мороз это бывает, здесь и 30 градусов, у нас холодно здесь бывает. Как они будут выживать, это жалко же, жалко, понимаете, их, как людей жалко. И самим страшно, и самим страшно. Мы теперь каждую ночь вот прислушиваемся, принюхиваемся, вот, ну, хожу я там, смотрю, а, ну, лежит человек, как вот, что с ним можно сделать. Помочь мы ничем не можем, не врачи. А врачи говорят, что это нужно минимум полгода, чтобы они сами ходили. А как они сами пойдут, ну, если они не ходят. Тепло главное, понимаете, они могут, еда-то им холодно поедят, но они замерзнут, переохлаждение здесь минус. В общем, я не знаю, мы боимся, что-то, ну, от голода что угодно можно сделать. В доме холоднее, чем на улице в данный момент. Там потолков нет, рухнули, все, рухнули. Там потолки на полу лежат. А вон вообще нету. Мы пленкой как могли забили, помогли, вот так пленкой забили. Ну, это же ужас. Чтобы хотя бы ветер не дул. Хотя бы ветер не дул. Ну, может, администрация хоть для них что-то найдет. Да, может. Хотя бы, ну, хоть какое-то временное жилье, хотя бы на холодное время. Данная квартира является муниципальной собственностью. На июль месяц у Овчаровой Натальи долг составляет 43 872 рубля. А на сентябрь уже 49. Нужно разобраться, почему Газпром берет деньги. За что вывозится мусор, когда люди здесь не живут. Фундамент весь развалился. Воды нету, газа нету, туалета нету, света нету. Электричество, я имею в виду. И такие деньги берут. За что же отвечает тогда ДЭС? Здесь жить невозможно, никаких условий нету. Здесь просто даже вот животным нельзя находиться здесь. А это люди, люди больные, больные, неходячие люди. Обожаем администрацию, мы вас очень просим посодействовать, определить этих людей в дом престарелых или в уют. Я не знаю, как это называется правильно. Ну, где тепло, где они останутся живы.